По словам главного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой, проведение лабораторных исследований на COVID-19 продолжается. В среднем в сутки проводится около 6000 исследований. По сравнению с началом августа, сейчас охват тестированием увеличился на 45%. Во всех 14 лабораториях, проводящих диагностику, имеется запас тест-систем. В целом он составляет порядка 43 тысяч штук. За последнюю неделю зафиксировано повышение числа ежедневно выявляемых случаев заболевания. Отчасти это связано и с тем, что теперь тестирование проводится и для пациентов с признаками гриппа и ОРВИ, которые с наступлением осени набирают рост. Чтобы не допустить неблагоприятного развития эпидситуации, Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов в усиленном режиме дезинфицировать парки и скверы, здания и следить за соблюдением масочного режима. Всем главам муниципальных образований принятия всех необходимых мер. То, что касается общественных зданий, включая торговую сеть, транспорта общественного, не допустить угрозы распространения инфекции, которая может сказаться на деятельности экономики и социальных учреждений. Вот главная наша с вами задача. Кроме того, в ближайшие дни в Самарской области стартует ежегодная прививочная кампания против гриппа. Первая поставка вакцины для детей уже поступила в медучреждение. Также ожидается отгрузка вакцин для взрослых. Вакцинация против гриппа традиционно проводится осенью. До наступления холодов у привитых жителей успевает сформироваться иммунитет. Речь на оперативном штабе шла и о том, когда в регион поступят вакцины от коронавируса. У нас по вакцинации от коронавируса пока каких-то четких параметров взрослых нет. Уважаемый Дмитрий Игоревич, есть первая информация, что около 12 тысяч вакцин, первая партия, будет направлена в Самарскую область. Нами подготовлена соответствующая материально-техническая база. Вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории риска. Это дети, школьники и студенты, врачи, работники транспорта, коммунальные сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу. Вакцинация будет проводиться по желанию. Но оперативный штаб рекомендовал провести разъяснительную работу о ее важности на предприятиях области.